Привет, друзья! Меня зовут Алина, и вы на канале Мама Шила Малышу. Обычно я в своих видео показываю, как сшить то или иное изделие, либо оставляю какие-то отзывы на швейную технику. Но в последнее время, если вы могли заметить, у меня появилось довольно много видео, посвященных машинной вышивке. Недавно на моем канале вышло очередное видео, посвященное машиной вышивке, где я вышиваю на бытовой машине Brazzer NV850E на кулирке. И в том видео я обмолвилась, что помимо одноигольной бытовой вышивальной машины, у меня есть такой вышивальный десятиигольный монстр, тоже от фирмы Brazzer. Это вот эта вышивальная машина, модель называется PR1050X. Это вызвало довольно большой интерес, и многие подписчики попросили снять обзор на эту вышивальную машину. Собственно, именно об этом и будет это видео. Так что наливайте чашечку чая и смотрите. Итак, в этот раз я решила сделать для вас обзор вышивальной машины Brazzer PR1050X. Иногда я в шутку ее называю вышивальным монстром, но это, конечно, любя. Это полупромышленная вышивальная десятиигольная машина, то есть у нее сразу установлено десять игол. Соответственно, вы можете в каждую иглу заправить нить определенного цвета и вышивать многоцветные вышивки буквально за один подход, не останавливаясь для смены нитей. Но это при условии, что у вышивки не более десяти цветов. То есть машина будет сама менять иглу в соответствии с теми цветами ниток, которые будут в дизайне. Если же цветов больше, то после того, как она пройдет все десять установленных цветов, она остановится, вы замените нити и продолжите вышивку. Именно эта машина у меня находится в использовании более одного года. Стоит она довольно дорого, но актуальную цену на текущий момент лучше вам узнать самостоятельно, потому что цены меняются постоянно. Просто набираете в поисковике модель Brazzer PR1050X и смотрите цену. На апрель 2021 года ее цена составляет немногим более 700 тысяч рублей. Разумеется, такие машины используются больше для коммерческой деятельности и для бизнеса. Сложно представить, чтобы такую дорогостоящую машину взяли, так сказать, поиграться как хобби. В моем случае у меня есть магазин тканей и трикотажа, фея Эмбра в инстаграм. И для своих покупателей я сразу предлагаю услугу вышивки. Соответственно, человек покупает у нас ткань, заказывает индивидуальную вышивку, например, свое имя, имя ребенка, какую-то крылатую фразу или строчку из любимой песни, и мы с удовольствием вышиваем. В итоге человек получает отрез с вышивкой именно для него и шьет уникальное изделие. Кроме того, помимо самого магазина мы разрабатываем дизайны машинной вышивки, то есть файлы, картинки, которые можно вышить. У меня в команде есть дизайнер, иллюстратор и оператор машинной вышивки. Вместе мы придумываем картинки, создаем программы и отрабатываем их на этой машине. Она вышивает быстро, четко, цвета меняет сама, поэтому работать на ней одно удовольствие. Кстати, наши дизайны вышивки вы можете найти на сайте mamashillamalushu.ru в разделе вышивка. Там есть и бесплатные дизайны вышивки, поэтому обязательно заглядывайте, качайте. Мы все дизайны готовим во всех возможных форматах файлов, поэтому они подходят для всех вышивальных машин. Итак, как видите, вышивальник задач у меня много, а значит машина находится в постоянной ежедневной работе, практически без остановок. И, собственно, за это время у меня сложилось некое впечатление и мнение о ее работе, чем с вами и поделюсь. Ну а если вы хотите более глубоко изучить тему машинной вышивки, разобраться с тем, какие бывают еще машинки, какие нужны нитки, расходные материалы, как разрабатывать свои дизайны, как правило считать стоимость вышивки и в целом создать свой бизнес в этой сфере, обязательно приходите учиться на мой курс по машинной вышивке. Вся информация о нем, программа, цены и тарифы будут по ссылке под этим видео, буду вас ждать. Ну а мы вернемся к машинке. Для начала расскажу про комплектацию. Я сразу приобрела дополнительный приставной столик, он очень удобный, просторный, на нем можно размещать довольно объемные изделия или отрезы ткани. Я, честно говоря, не знаю, в стандартной комплектации идут они сейчас или нет, но в любом случае, если вы планируете покупку этой машины, рассмотрите еще и столик, вещь действительно нужная и удобная. При покупке вышивальной машины у меня встал вопрос, как и куда ее удачно поставить. Поэтому я приобрела сразу с ней специальный стол для вышивальной машины, он тоже от компании Бразер и предназначен не только для самой машины, но и для удобного хранения пялец, стабилизаторов и различных расходных материалов. Стол на самом деле вещь довольно важная при работе на вышивальной машине, он не должен допускать ни малейшей вибрации, должен быть достаточно тяжелым, стоять твердо и ровно. Конкретно у этого стола есть дополнительные регулировки ножек. Если полный совсем ровный, то можно подкрутить так, чтобы стол стоял ровно и не наклонялся. Кроме того есть еще колесики, это актуально если вам нужно будет иногда перемещать стол с вышивальной машиной. У меня машина стоит всегда в одном месте, поэтому колесиками я не пользуюсь. Внутри стола в секции для хранения есть ограничители. Здесь можно располагать допустим стабилизаторы, которые уже разрезаны под нужные размеры пялец. Мы используем и большие стабилизаторы в больших рулонах, которые предварительно режем, и маленькие рулончики. Их можно размещать так, как вам удобно, можно например так, либо вдоль. Как правило по этим секторам у нас распределены просто нарезанные стабилизаторы под разные размеры пялец. С одной стороны мы укладываем самые маленькие отрезы, потом покрупнее и так далее до самых больших. Вообще для организации пространства хранения основных вышивальных принадлежностей это довольно удобное решение. Кроме того стол приспособлен для того, чтобы разместить на нем дополнительное устройство для вышивки бейсболок. Здесь есть дополнительная конструкция, но я ее пока в своей работе не использую, так как бейсболки не вышиваю. В комплекте с вышивальной машиной был достаточно приятный набор пялец различных размеров. Самые маленькие пялеца выглядят вот так. Здесь вышивальная область 6х4 см. Их обычно используют для вышивания небольших элементов и монограмм. Но честно говоря я их использую меньше всего, у нас такие мелкие элементы заказывают не часто. Далее идут одни из популярных пялец, которые мы используем в работе, это 10х10 см. На детские изделия и на разные декоративные элементы этот размер оптимален. Также очень часто используем пяльцы побольше, 18х13 см. Среднего размера они тоже шли в комплекте. Помните, что любой дизайн можно расположить и вертикально в пяльцах, получается довольно большая площадь для вышивания. Но это в основном на детские изделия, либо на какие-то небольшие взрослые. И самые, так сказать, топовые пяльца, самые большие. Здесь площадь для вышивки 36х20 см. Этого достаточно, чтобы сделать довольно крупную вышивку для взрослого человека на груди или на спине. У этих пяльцев внешний обод фиксируется с двух сторон, потому что они крупные и утяжки с одной стороны им недостаточно. Эти пяльца у нас просто непрерывно участвуют в работе, потому что много клиентов заказывают вышивки довольно больших размеров. В целом для этой машины можно докупить пяльца еще и других размеров, но на мой взгляд в комплекте все что нужно здесь есть. Если вам нужны специальные пяльца или устройства для вышивки на бейсболках, например, все это можно приобрести дополнительно. Кстати, еще в комплекте было дополнительное крепление для пялец. В общем набор пялец достаточный для выполнения практически любых вышивальных проектов. Помимо этих, повторюсь, можно докупить другие пяльца, супер большие, для бордюров и так далее. Тут уже зависит от того, с чем вы больше работаете и что вышиваете. Далее вместе с вышивальной машиной был вот такой бокс с разными принадлежностями для этой машинки. Сеточки, которые можно надевать на катушки ниток, чтобы они равномерно разматывались. Ножницы, отвертки, различные крепления, также щеточки, вспарыватель, отвертка для смены игл, в общем разные нужные мелочи. Также был комплект сменных игл, но мы уже не один комплект игл сменили и тех уже не досталось. Как видите, тут все организовано и удобно и хранится у нас в одном месте. Ну что, друзья, давайте приступим к работе. Покажу вам машину в действии. Машина включается довольно просто, сбоку маленький выключатель. После этого на большом сенсорном экране отображается окно приветствия. Машина каждый раз напоминает, что необходимо смазывать челнок один раз в день, что мы обязательно делаем. Капаем одну каплю масла в установленное место, очищаем от разных маленьких ниточек. Сзади у панели управления зафиксирован вот такой стилус и, честно говоря, его очень удобно использовать в работе. Нажимаем на экран. Машина продвигается, проходит по всем своим иголочкам и проверяет, что у нее все в порядке и готово к работе. Несколько слов про экран и вообще про это устройство. На этом экране выполняется вся работа по подготовке дизайна и небольшое редактирование дизайнов. Здесь у нас есть встроенные дизайны в машину, различные алфавиты, рамочки и так далее. Но я, честно говоря, этим не часто пользуюсь, но все равно важно, что они есть. Кроме того, здесь можно загрузить дизайн с флешки, с карты памяти, с компьютера. Да, эту машину можно присоединить при помощи кабеля к ноутбуку напрямую, и так мы чаще всего и делаем. Все входы расположены с правой стороны планшета, весь экран сенсорный. Сверху отображаются детальцы, которые можно выбрать для работы. Ну, давайте попробуем. Вот, например, возьмем вот такие цветы. Здесь же есть способы редактирования дизайнов. Например, изменение размера. Увеличить его немного или чуть уменьшить. Также можно дизайн поворачивать вплоть до шага 0,1 градус влево и вправо. Можно отражать, смещать, чуть влево, чуть вправо. Здесь же можно добавить к этому дизайну еще какой-то. Вот, например, я добавлю букву А, и при помощи экрана могу ее разместить там, где мне надо. В общем, панель для редактирования дизайнов очень удобная. Можно увеличивать, уменьшать, поварать, перемещать, добавлять вариантов масса. Букву. Удалим и оставим один цветок. Его я вышивать не буду, но дальше работу машины покажу на другой картинке. Здесь я нажимаю окончание редактирования, и машина мне говорит установить большие пяльца. Взгляните. Вот эти два металлических держателя как раз определяют размер пялец, который дальше машина будет использовать в работе. Сейчас они установлены под пяльцы 10 на 10. Мне нужно фиксаторы раздвинуть, чтобы установить пяльца побольше. Для этого используется такая универсальная отвертка. Она бывает идет и вместе со швейными машинами. Я ее использую, чтобы затягивать оба пялец, и как раз регулировать расстояние фиксаторов под пяльцу у вышивальной машины. Нужно раскрутить два вот таких винта. После этого крепление становится подвижным, и его можно раздвигать. Вот так будет максимально для самых больших пялец 36 на 20. Здесь сразу же есть небольшие отверстия, в которые попадают держатели и фиксируются, поэтому в произвольном месте остановить их не получится. Я поставила в точку, которая соответствует пяльцам 18 на 13. Теперь затягиваю винты. Здесь тоже нужно это делать все с умом и осторожностью их закручивать, чтобы случайно не сорвать резьбу. Вот теперь размер пялец подходит по размеру. Пока у нас еще не запялина ткань со стабилизатором, я это сделаю попозже. Здесь мы видим маленькое отверстие, это нижняя нить. Для того, чтобы заправить нижнюю нить, нужно залезть под столик вниз. Открываем крышечку. Вот за этим местом нужно тщательно ухаживать, тут шпульный колпачок. Берем за язычок и достаем. В комплекте с вышивальной машиной шли вот такие металлические шпульки, на них наматывается нижняя нить. Кстати, для того, чтобы наматывать нижнюю нить, у этой машины в комплекте дополнительно есть устройство для намотки. Так оно выглядит. Снизу здесь можно разместить шпульки, это как раз металлические шпульки, которые были в компании с этой машинкой. И работает все здесь предельно просто. Шпулька фиксируется. Рядом ставится бобина с нижней нитью, у меня белая. Нить проводится в отверстие через направляющие, вновь через отверстие. И затем наматывается на шпульку. Опускаем фиксирующий механизм и нажимаем на кнопку. После этого нитка с бобиной наматывается на шпульку. Остановится она в тот момент, когда нить будет намотана. Нитку на шпульку намотали, теперь размещаем ее в нижней части и закрываем крышку. С нижней нитью тут все понятно. Теперь давайте поговорим про верхние разноцветные нити. В машину мы можем одновременно установить 10 нитей. Все эти катушки стоят позади машины. Нити заправляются достаточно просто. Через все нити направители по определенной схеме идут сверху вниз и уходят в иголки. Кроме того, у этой машины есть автоматическая система по заправке нити в иглы. На этом этапе вам не нужно вручную вдевать нитку в ушко иглы, машина это сделает за вас. Если необходимо поменять бобину ниток, то сам производитель в инструкции рекомендует поступать следующим образом. В первую очередь необходимо открыть отверстие в верхней части. Затем нить, которую упираем, просто срезаем. Ставим катушку с нужным цветом. Дальше нить старую и новую связываем в крепкий узелок и подрезаем. После этого берем ниточку у иглы, вытаскиваем из иглы и потихоньку тянем. Старая нить тянет за собой новую через весь путь. Здесь оставили хвостик чуть побольше, срезаем. Далее нитку необходимо заправить в иголку. Перед тем, как заправлять нить в иглу, убедитесь, что она проходит через колечко над иглой. Вызываем устройство нити вдевателя. Проводим нить через нужные участки и по нажатию на кнопку нить оказывается в игле. Теперь давайте попробуем что-нибудь вышить. Здесь у меня установлены пяльца 18х13 см. Сейчас я запялю стабилизатор. У меня стабилизатор тут отрывной, не клеевой. Собственно, запяливание здесь происходит так же, как и обычно. Я сразу вместе со стабилизатором запяливаю пяльц. Во внешний обод вставляю внутренний обод. У пялец слева и справа есть такие металлические крепления, за которые они фиксируются на саму машинку. Фиксируем пяльцем, подтягиваем ткань. Честно говоря, я очень редко запяливаю ткань и стабилизатор вместе, потому что в большинстве случаев мы вышиваем на трикотаже, а трикотаж лучше фиксировать просто поверх клеем временной фиксации. Подтягиваю бязь и теперь нужно затянуть обод пялец. Делаю это все той же универсальной отверткой. Подтягиваем, чтобы убедиться, что все хорошо. В большинстве машин необходимо еще при запяливании сразу учитывать, где будет располагаться рисунок. Однако эта машина обладает удивительно крутой возможностью. Она позволяет отсканировать поверхность для вышивания и разместить вышивку именно на том месте, где вам нужно. Давайте покажу на примере. Вот мы с вами запялили отрез ткани и допустим на вышивку нужна не по центру, а где-то вот здесь. Для этого не обязательно что-то выдумывать. Мы просто при помощи маркировочного инструмента ставим отметку, где нам нужна вышивка. Вот такой фиолетовый крестик. И идем на вышивальную машину. Устанавливаем пяльцы. Главное проследить, чтобы они зафиксировались. Выбираем дизайн, который будем вышивать. Я напрямую подключаю ноутбук к вышивальной машине, хотя это можно сделать и через карту памяти или флешку. И скидываю нужный дизайн сразу на машину. Ищем выбранный дизайн. Это будет буква М. Вот сейчас на ней мы и попробуем все настроить. Устанавливаем этот дизайн. Менять никак я его не буду. Единственное, нужно его спозиционировать по тому самому крестику. Для этого вызываем функцию сканирования и машина начинает сканировать при помощи встроенной камеры поверхность для вышивания. Так выполняется сканирование. Теперь на экране мы видим крестик, который обозначили на ткани. Соответственно, ориентируясь на этот крестик, мы можем двигать картинку так, как нам нужно. Допустим, подвинуть ее так, чтобы рыбка располагалась именно на этом крестике. Либо может этот крестик означает для нас как раз границу будущего изделия, и за него нельзя выходить. Или левый верхний край. То есть это зависит от того, какую смысловую нагрузку несет этот крестик. Таким образом, у вас есть всегда возможность сфотографировать поверхность для вышивания и спозиционировать дизайн так, как нужно вам. Я вот хочу, чтобы этот кружок у меня вышелся на крестике. Так и сделаю. Все это значит, что вы никогда не промахнетесь с местом для вышивки. И это суперудобная функция, за нее реально можно многое дать. На текущий момент лично я не знаю других полупромышленных машин, которые ею обладают. Соответственно, проблема с запяливанием и с попаданием вышивки именно в нужное место здесь просто отсутствует. Вы запялили, отметили где нужна вышивка, отсканировали поверхность для вышивания, и теперь точно знаете, где будет располагаться вышивка в результате. Ну вот, мы выставили так, чтобы кружок был над крестиком. На этом завершаем редактирование самого дизайна. И здесь же, кстати, можно сразу сделать стабилизирующую рамку по контуру. Это актуально, если мы вышиваем на трикотаже. Я выбираю сделать рамку. Тут, кстати, смотрите, после того, как поставили рамку, картинка автоматически ушла в центр. Сейчас я еще раз ее потяну, ориентируюсь на крестик. Просто сначала нужно делать рамку, а потом уже выбирать место для вышивки. Итак, тут можно экран отсканировать, просмотреть в различных пальцах рисунок, можно пройтись по границе вышивки, то есть машина вам покажет, как будет располагаться дизайн на ткани. И еще раз убедиться, что вы не попадете, куда вам не нужно. Но мы переходим дальше, и здесь нужно присвоить иглам различные цвета из дизайна. Для этого я выбираю специальный режим. Вот такой волшебная палочка с ниткой. Каждому цвету присваиваю определенный номер иглы. Допустим, первая рамочка идет черная. Здесь автоматом стоит 6. Но у меня черная нитка сейчас направлена в 10 иглу. Поэтому я для черного ставлю 10. Это значит, что этот элемент, рамочка у меня будет вышиваться черными нитками, 10 иглой. Дальше основная часть буквы М фиолетовая. У меня фиолетовая нитка стоит на 5 игле. Соответственно, здесь фиолетовому цвету присваиваю 5 иглу. Дальше прихожусь так по всем цветам. Желтый цвет у меня стоит на 6 игле, зеленый на 8, красный на 7. В общем, шаг за шагом присваиваю нужным цветам определенные иглы. Можно сделать так, чтобы машина, грубо говоря, запомнила, какой цвет на какой игле стоит всегда. То есть жестко привязать, например, черный это 1, белый это 2 и так далее. Но лично мне проще представлять каждый раз, потому что мы очень часто меняем цвета и нитки. На этом этапе я проверяю еще раз, что все цвета присвоены верно и теперь уже можно начинать вышивать. Здесь на экране видим время вышивки, количество смет цветов, количество стежков и здесь же будут цифры, сколько вышито и оставшееся время для вышивки. Также в машине можно выставить скорость вышивания. Максимальная скорость здесь 1000 стежков в минуту, минимальная 400. При этом, соответственно, время вышивания увеличится. Начинаю вышивать. Снимаем блокировку, чтобы случайно не запустить машину на вышивку. После этого старт. Машина начинает работу. Сначала она будет вышивать рамку черным цветом. После этого должна смениться нить на фиолетовую. Она сама меняет иглу и начинает вышивать фиолетовым цветом. Ну что, как видите, здесь вышивается буква М. Кстати, этот русский алфавит с декоративными элементами, это наша разработка. Надеюсь, к выходу этого ролика весь алфавит уже будет на сайте мамашиломалышу.ру. Заглядывайте и ищите его в разделе вышивка, ссылку я оставлю внизу. Кстати, у меня тут спросили, почему на букве М кит. Он же не на М начинается. Но на самом деле мы разрабатывали не азбуку, друзья, а просто красивые буквы с разными декоративными элементами. Не обязательно картинка должна начинаться на ту букву, которую мы вышиваем. То есть, А это не обязательно Аист, а Б не барабан. Просто красивые буквы с красивыми картинками, чтобы у деток были уникальные именные вещи. Вот, например, Маша или Миша получат футболочку с очаровательной первой буквой их имени. Ладно, мы тут немного отвлеклись. Как быть, если машина оборвала нитку? Я сейчас остановлю и обрежу нитку. То есть, условно, как будто бы нить оборвалась. Допустим, вы после этого вышли довольно много и пропустили кучу стежков. Здесь также очень удобный функционал с использованием встроенной камеры. Мы обращаемся к специальному разделу меню. Здесь можно выставить конкретный номер стежка, либо продвинуться на несколько стежков вперед или назад. Но главная фишка вот в этой кнопке. Используя встроенную камеру, мы сканируем вышитую поверхность, и здесь на экране отображается реальная картина. То есть, то, на каком стежке мы находимся сейчас. Смотрите, я нажимаю, например, на минус один, и крестик двигается и показывает, где игла находится на текущий момент. Соответственно, если у вас нитка порвалась, и вы прошили чуть дальше, вы сканируете всю поверхность, и вот так вручную можете определить, где вам нужно начать вышивать. Допустим, я сейчас передвинусь на минус 100 стежков, и вы увидите, что крестик ушел далеко. Соответственно, вот таким образом. После обрезки нити вы всегда сможете вернуться в нужное место и продолжите вышивать там, где нить оборвалась. Я чуть-чуть перекрою начало и продолжаю на том месте, где мне нужно. Фиолетовый элемент мы закончили вышивать, теперь меняет машина нитку и вышивает по очереди дальше дизайн. При этом вся смена цветов проходит без моего участия. Вот как раз кружок, который отмечали на крестике. Видите, попали как и хотели. Так, шаг за шагом, цвет за цветом, меняются нитки и появляется красивая многоцветная вышивка. Машина действительно очень умная, современная и на ней приятно работать. Уже больше года она мне в использовании, и каких-то нареканий к работе у меня нет. Периодически обвиняем иглы, чистим, смазываем, а она нас радует. Друзья, я обращу ваше внимание на то, что это полупромышленная машина. Есть промышленная машина с более серьезными характеристиками, большими размерами пяли, с количеством ниток, мощностью. Но эта машина, она другая и она для других задач. Ее не нужно долго настраивать и изучать. Она не требует особенного обслуживания. Здесь все понятно, максимально удобно, быстро и комфортно. Лично на мой взгляд, для малого бизнеса и не промышленных тиражей в тысячи экземпляров вышивок, она оптимальна. Тем временем, вышивание у нас завершено. Машина об этом сообщает, мы говорим окей, достаем пяльца. Вот он готовый вышитый рисунок, отмеченный крестик на пузырике, как и спозиционировала я его в начале вышивки. Машина довольно четко проработала мелкие детали, стежки легли ровно и хорошо. Теперь убираем мелкие протяжки, которые оказались между элементами и на этом буква М готова украшать какое-нибудь изделие. С изнанки вышивка выглядит вот таким образом. Небольшие хвостики ниток мы их аккуратно подрезаем, стараясь не повредить узелки. Если вышиваем на тонком трикотаже, то по желанию клиента пользуемся чистой изнанкой, то есть проклеиваем. Вот и все друзья, такой обзор моей любимицы и помощницы, или как ее назвала довольно устрашающими словами, выживального монстра. Прекрасная машина, люблю ее всем сердцем и очень надеюсь, что она будет не служить еще долго. Ну а если вам понравилось это видео, пожалуйста не жадничайте, ставьте пальчик вверх и конечно подписывайтесь на мой канал, так вы не пропустите новые интересные видео. С вами была Алина Шаймуратова, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok